Всем привет! Очередной совет по написанию эффективного C++ кода. И он говорит, используй списки инициализации. Вот так вот. Ну, что это имеется ввиду? Ну, я думаю, вы это уже знаете. Но если не знаете, смотрим на класс, смотрим, что у него есть две переменные, и смотрим, что у него есть конструктор. И в конструкторе конструктор с параметрами. И вот у нас начинает работать конструктор, и в этом конструкторе мы присваиваем какие-то параметры нашим внутренним переменным. Что же здесь не так? А не так здесь то, что вот когда дойдет выполнение до вот этого места, вот эти вот переменные будут инициализированы уже чем-то. Ну, обычно значениями по умолчанию. Соответственно, вот здесь будет перезапись. То есть перемены, короче, будут инициализированы и, 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 и вот так вот. То есть двойная работа. Нужно же уметь пользоваться списками инициализации. Если у вас есть конструкторы с параметрами. А список инициализации нам говорит о том, что вот эти вот переменные будут проинициализированы при создании объекта сразу же нужными значениями. Вот так вот. Ну и давайте запустим тесты. Что мы здесь используем? Мы здесь используем плохие объекты, которые принимают один, ну, целочисленное значение и строку. И хорошие объекты, которые точно такие же, да, но используют список инициализации. Итак, флаги компиляции проверим на трех. 0, 1, 2, наверное. 3 или 3. Короче, быстро запускаю. На 0. Это, по-моему, нет никакой оптимизации. Не используются результаты, когда список инициализации не используется. Что мы можем видеть? Результат работы у нас работает быстрее, чем когда список используется. Это нехорошо. Поэтому делаем вот так вот. Ну, проверяем на этом флаге. У вас результаты могут быть другие, потому что у вас может быть платформа другая, у вас может быть компилятор другой и все такое. Поэтому не надо на словом не верить, а проверьте у себя. Теперь смотрите с флагом О1. Список, использование списка инициализации выигрывает, но разрыв небольшой. Идем дальше. Посмотрим на О2. Ну, конечно же, надо очистить. И я еще очищаю. Так, О2. Да, это О2. На О2 у нас тоже использование списка инициализации выигрывает. Но отрыв небольшой. Давайте О3. А это я уже делать не буду, чтобы не тратить время. Клин. Что я сделал? Клин. Очистили. И запускаем. И с максимальной оптимизацией списки инициализации выиграют с большим отрывом. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok